МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Это действительно не какой-то обычный металл, который действительно прошел обстрел. И они для своего уровня очень показали хороший результат. Народные бронежилеты. Первые экземпляры отстреливали на полигоне с военными. Харьковчане бесплатно передали партию отряду пограничников и мобилизованным. Нельзя сказать, что прямо втянулись. Каждый день, например, то, что меня касается, каждый день жду каких-то новостей, когда уже станет полегче, когда уже закончится война. Учились проектировать дома, но на период войны пошли в санитары. Вчерашние студентки обещают не покидать госпиталь до окончания АТО. Водитель, который управляет одной рукой, уже не так быстро готов отреагировать на ситуацию, которая складывается на дороге. Операция «Мобильный телефон». Сотрудники Харьковской госавтоинспекции пытаются снизить количество аварий на дороге из-за разговоров за рулем. Итак, подробности. «Деркач-3» — это бронежилеты, которые изготавливают в «Дергачах» двое народных умельцев. Они самостоятельно освоили технологии изготовления средств индивидуальной защиты, делают их в собственном гараже. Об этом новости АТН уже сообщали в репортаже. Первые экземпляры отстреливали на полигоне с военными, которые дали бронежилетам наивысшие оценки качества. Сегодня харьковчане бесплатно передали партию своих бронежилетов мобильному отряду пограничников и мобилизованным. Репортаж Натальи Белокудри. Освящены священниками с детскими рисунками в середине. 12 бронежилетов, купленных за счет волонтеров и сделанных вручную Анатолием Бангиным и Владимиром Безруком, уже нашли своих владельцев. Члены мобильной пограничной бригады «Дергачи» постоянно выполняют боевые задания в зоне АТО. Это и сопровождение техники, которая ездит в Донецк и Луганск, и противодействие террористам на государственной границе. Бойцы утверждают, так называемые «народные бронежилеты» очень хорошо держат удар. Представители местного военкомата, которые ездили на стрельбу, где испытывали бронежилет «Дергач-3», дают им самую большую степень защиты – 5+. Кроме этого, он весит гораздо меньше, чем такие же бронежилеты иностранного образца. Это действительно не какой-то там обычный металл, который действительно прошел обстрел, и они для своего уровня очень показали хороший результат. То бишь тот же патрон 7.62 снайперской винтовки, они держат, он не пробивается. Эти бронежилеты очень-очень даже достойный показатель. У этих бронежилетов, кроме всего прочего, есть боковые пластины, которые защищают от осколков вот эти части, у которых этих боковых пластин в других бронежилетах нет. Эти ребята добавили. То есть это ноу-хау именно от «Дергачи»? Ну, это как бы по идее оно как бы должно быть, но в большинстве бронежилетов промышленного образца этих пластин нет. Один из творцов бронежилета «Дергач-3» Анатолий Банкин добавляет, сейчас их бронежилет весит 8 килограммов 400 граммов, а три месяца назад, когда они только начинали, броник весил вдвое больше. На достигнутом кулибины останавливаться не собираются. Скоро выйдет усовершенствованный «Дергач-4». Сталь тонча, крепче, значит насыщаем металами, сейчас не просто калим, насыщаем металами, ну, ставим противоосколочный щит, еще там транспортерная лента в металовый обкатывается, чтобы расколки не разлетались. Ставим сейчас даже боковые пластины, и будем это с понеделка, ну, все, уже понеделок, вчера был, робить паховую пластину, потому что стреляют ниже пояса. Ну, потому что броня-пулю держит и стреляют уже не в голову, потому что в голову сложнее попасться. Стреляют в пах, хлопцам, надо спасать. Бронежилет харьковского производства стоит 2800 гривен. Заказы идут со всей Украины, говорят производители. Они не успевают резать металл. Но благотворительные акции по передаче бесплатных бронежилетов тоже будут продолжать. Каждого парня-земляка, которого мобилизуют, обещают не оставить без защиты. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. В Харьковском военном госпитале наряду с профессиональными врачами работают две девушки. Они учились проектировать дома, однако на период войны решили пойти в санитары. Вчерашние студентки берутся за любую работу и обещают не покидать госпиталь до окончания АТО. Челюсть зашивали, разговаривать тяжело. Это уже вторая контузия за полгода, сообщает боец батальона Айдар Александр Царенко. Первая была на Майдане. Позади тяжелая операция. Пулю, которая угодила в голову во время боя с российскими оккупантами, сохранил на память. Совсем недавно Царенко был в реанимации. Во время боевых действий раненые поступали один за одним. Огнестрельные ранения, осколочные, ампутации ног, рук. Ночные дежурства перетекали в суточные. Нельзя сказать, что прямо втянулись. Каждый день, например, то, что меня касается, каждый день жду каких-то новостей, когда же уже станет полегче, когда же уже закончится вот эта война. Волонтеры Алена и Марьяна делают влажную уборку. Девушки совсем недавно закончили вуз, учились на архитекторов. Однажды принесли раненым еду. Увидели, что не хватает рабочих рук, остались по сей день. Помыть полы, убрать, помыть оборудование, покорми солдат, помыть солдат, когда их привозят. Они же приезжают с места боя, они все грязные, в осколках. Мы их вымываем, очень много крови. О войне слышала только из рассказов отца, говорит Алена, дочь военного, прошедшего все ужасы Афганистана. Увиденное в госпитале на какое-то время повергло в шок. Но девушка взяла себя в руки. Военные находятся в несравненно худшем положении. А то, что люди тут и потерянные, и ноги теряли, и руки, и конечности, и все остальное. Самое сложное, с хорошим настроением всегда улыбаться, чтобы они не думали, что все плохо. Поддержать, говорить им, что все хорошо, все будет хорошо. За свою работу волонтеры не берут ни копейки. И говорят, не уйдут, пока не кончится война. Потом, как в мирное время, продолжат помогать детским домам. Все, выздорово, господи. Да, спасибо. До свидания. Татьяна Датяк, Игорь Тамбив, агентство телевидения новости. Сотрудники Харьковской госавтоинспекции проводят операцию под названием «мобильный телефон». Профилактические меры с водителями проводятся с начала сентября с целью повышения дисциплины среди автомобилистов. А самое главное – снижение уровня аварии на дороге из-за разговоров по телефону за рулем. Любителей поговорить по мобильному во время поездки на автомобиле на харьковских дорогах достаточно. Лишь на одном посту сотрудники ГАИ за час в среднем могут остановить десятка-два нарушителей. Большинство автомобилистов только предупреждают, но при серьезном нарушении составляют протокол. Залаз на правил дорожного движения пункта 2.9 запрещено при управлении транспортным средством разваривать по мобильному телефону. Я понял. В развернутом виде до полного ознакомления. Дмитрий Владимирович, тыльную сторону водительского удостоверения. Регистрационные документы с другой стороны. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, вы это осознанно сделали? Нет. Неосознанно. Я вам настоятельно рекомендую повторить правила дорожного движения. Водителю этого автомобиля действительно придется повторить правила дорожного движения. Помимо разговоров по телефону за рулем, в ходе составления протокола выясняется, что на автомобиле еще и закрыт номерной знак, что также карается штрафом. Инспектор ГАИ Вадим Борщ утверждает, многие водители игнорируют запрет на разговоры по мобильному. Однако именно это часто является основной причиной ДТП. Управляющий транспортным средством отвлекается на разговоры, поэтому может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Водитель, который управляет одной рукой, уже не так быстро готов отреагировать на ситуацию, которая складывается на дороге. Она может быть внезапной. Кроме этого, отвлекается внимание водителя на нажимание кнопок, ответа и так далее. За один разговор водитель может заплатить штраф до 500 гривен, а в случае создания аварийной ситуации сумма возрастает уже до восьми сотен. А также появляется угроза лишиться прав на срок от шести месяцев до года. Автомобилисты, услышав о возможных последствиях, обещают, что они больше не будут. Сумму штрафа запомнили? Конечно. Какая? 420 гривен. Много это для вас? Конечно, ситуации, конечно, было. Дорого для разговора по моделям? Дорого. Не будете больше? Не будет. В случае важного звонка сотрудники госавтоинспекции предлагают альтернативу пользоваться устройствами, которые позволяют управлять машиной, используя обе руки – блютуз-гарнитура или наушники. А рейды, подобные сегодняшнему, на дорогах Харьковщины инспекторы ГАИ будут проводить до конца сентября. Лариса Говина, Александр Романовский, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Страшнее, но это было, когда разрушали трупы с Боингом. Там просто это… Я видел, видел, но такого еще не видел. Видели и взрывы, и природная катастрофа, но шокированы происходящим в зоне АТО. Вместо боеприпасов Великой Отечественной войны харьковским спасателям теперь приходится разминировать современные, гораздо более мощные. Это очень облегчает нам, которые на пенсии, потому что сейчас тяжеловато, все дорожает. И в понедельник я узнала, позвонила врачу, она сказала, чтобы я сегодня пришла за рецептами. Льгота на лекарства. На Харьковщине стартовал пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на лекарства для больных гипертонической болезнью. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. 761 спасенная жизнь, до 40 боевых выездов в день и почти 8 тысяч за год. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели. В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области награждали лучших работников. 11 человек получили новые звания. Даже на праздник по случаю своего профессионального дня харьковские спасатели идут в спецодежде. Здесь привыкли быть на чеку. Тревожный звонок может прозвучать в любой момент. Группы выезжают на задания по 30-40 раз в день. А за год таких выездов набирается почти 8 тысяч. Отмечая День спасателя, в этом году решили скромные, без увеселительных мероприятий. Время не то. В начале минута молчания в памяти погибших на службе, потом гимн и сразу переходят к награждениям. Служу Харьковскому народу. 11 человек получают новые звания, остальные – грамоты и благодарности. У Владимира Задорожного 17 лет стажа. Причу друга и взаимопонимание в бригаде – то, без чего не обойти спасателю, признается мужчина. И делится профессиональной приметой. Если в новой форме заступишь на дежурство, обязательно поедешь на пожар. Владимир говорит, почти за два десятка лет успел повидать многое – и взрывы, и природные катастрофы. Но самое страшное задание пришлось выполнять в конце июля. В последние месяцы у харьковских спасателей работа значительно прибавилась. Говорит начальник главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области Павел Одарюк. Очень много наших спасателей работают не только на территории нашей Харьковской области, но и оказывают помощь и на территории Донецкой и Луганской области, где занимаются и разминированием территории. Если раньше взрывотехникам приходилось работать с боеприпасами времен Второй мировой, то сейчас с современными гораздо более мощными, например, от систем залпового огня ГРАД. Это сложная изматывающая работа, нужна постоянная ротация. Поэтому в зоне АТО уже побывало немало харьковских спасателей. Кроме того, работники службы по чрезвычайным ситуациям теперь помогают и вынужденным переселенцам. Вместе с волонтерами занимаются их расселением, оказывают психологическую помощь, в которой особенно нуждаются дети. Которые приехали в мае, да, конечно, очень много красного, очень много стрельба, разрушенные дома, то есть рисуют. Сейчас детки рисуют солнышки, цветочки, то есть мама с папой с улыбками, то есть детки уже идут на поправку. Профессиональный праздник спасателей отмечают одновременно с Днем иконы Неопалимой Купины, которая приписывает чудодейственную силу защиты от огня. Поэтому поздравить чрезвычайника пришли представители церкви. Правда, целую стопку грамот вручить не удалось. Награжденные получат их, когда вернутся заданий. К слову, сейчас в зоне АТО находится около 10 харьковских спасателей. Алена Сорога, Геннадий Бойков, агентство телевидения новости. Льгота на лекарства. На Харьковщине стартовал пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на лекарства для больных гипертонической болезнью. Частые головные боли, нарушение сна, усталость и высокое артериальное давление. Пенсионерка Нина Федоровна от повышенного давления страдает уже более 20 лет. За это время она перепробовала десятки наименований самых разных препаратов. Некоторые просто не помогали, а некоторые даже вызывали побочные эффекты. Сегодня пенсионерка покупает в основном отечественные таблетки. Говорит, выходит дешевле и по качеству ничем не хуже импортных. Я импортные не применяю, потому что, может быть, они и качественные, но на меня, например, ферменный канадский, тоже амладипин, он мне давал сильный отек ног. А Инап, уже сейчас даже в аптеках, говорят, он вызывает кашель. Сейчас стоимость ряда лекарств от гипертонии выросла в разы, утверждает пенсионерка. Говорит, если бы не льготы, препараты просто не смогла бы купить. Конечно, это очень облегчает нам, которые на пенсии, потому что сейчас тяжеловато, все дорожает. И в понедельник я узнала, позвонила врачу, она сказала, чтобы я сегодня пришла за рецептами. Так, чтобы бороться с недугом стало проще, а медикаменты стали доступнее, на Харьковщине действует пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на лекарства для больных гипертонической болезнью. Теперь у гипертоников есть законное право требовать от своих лечащих врачей рецепт с отметкой ГБ, а с этим рецептом приобрести в аптеке лекарство с хорошей скидкой. Она зависит от того, насколько сильно человек болен. А разницу стоимости медпрепаратов аптекам должны возместить местные бюджеты. Было визначено три категории лекарственных средств. Первая категория – это когда пациент платит только 10% от вартости лекарства. Другая категория – это когда пациент платит 30% от лекарства. И третья категория – наиболее дороговартостные препараты, но хочу сказать, что они не наиболее эффективны от тех, которые внесены в проект. Это когда пациент сам вносит деньги за лекарство. Главной задачей внедрения программы является снижение смертности от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечение доступности препаратов. А еще чиновники надеются, что благодаря проекту они смогут мотивировать гипертоников посещать врача, а не заниматься самолечением. Инна Степанишина, Андрей Домовой, Геннадий Байков, Агентство телевидения новости. В Харькове открылась выставка Романа Бончука с нашумевшей картиной «Мегаистория Украины». Харьковчане смогут посмотреть работы, посвященные Небесной Сотне, и поучаствовать в благотворительной акции в помощь фонду АТО. Авторская иконопись, картины, посвященные Небесной Сотне, портрет известных людей. В выставочном зале областного центра культуры и искусства открылась персональная выставка Романа Бончука. Прикорпатский художник известен своими картинами, великанами и инсталляциями. Мы наслышаны о нем как авторе не только картин, а авторе инсталляции многих, которые он устраивает на площадях. Спортсмены, певцы, исторические лица, политики, два десятка сюжетов и 200 литров краски. Многие помнят, какое впечатление произвело огромное полотно автора «Хроники Украины Руси». Однако и художник, и картина общей площадью 150 квадратных метров сейчас находятся в Киеве. В создании картин художник использует холст, масло, акрил, а для написания икон, доски и темперные краски. Живописец может использовать все цвета и получить желаемый результат. Икона жива дает все в постельных тонах. Именно из-за этой разноплановости художник и понравился публике. Допустим, мне очень понравилась картина «Взгляд в вечность», например, совершенно необычная. Допустим, «Берегиня», техники вот эти, которые, ну, мазки какие-то необыкновенные. Поэтому она, ну, эта выставка заставляет как-то вот иначе чувствовать. Друзья и соратники утверждают, работы романа очень патриотичны. Да и сам автор – активный участник зимних событий в Украине. Поэтому в рамках этой выставки художник решил провести благотворительную акцию. Часть средств, вырученных от продажи работ, будут направлены в фонд АТО. На сегодняшний день эта выставка также является каким-то, возможно, проектом, поддержкой, если работы имеют определенную цену. И если работы будут проданы, вот есть обязательства и, скажем так, патриотический и духовный настроек, части средств обязательно передать фонд на следующий день от продажи. Организаторы, в свою очередь, обещают красочное закрытие выставки. Харьковчане смогут поучаствовать в мастер-классе и пообщаться лично с художником. Инна Степанишина, Александр Романовский, Агентство телевидения новости. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин